Марш прогресса продолжается. Сегодня в сотнях лабораторий тысячи ученых работают над своими проектами, которые больше похожи на научную фантастику, нежели на научные изобретения. Итак, от батареек на бактериях до печатания лунной станции на 3D-принтере. Это пять научно-фантастических изобретений, которые воплощаются в реальность уже сегодня. Поехали! Но сначала хотели бы представить вам канал с различными видеообзорами о новейших технологиях. Ховерборды, шлямы и костюмы виртуальной реальности, дроны с автопилотами и разные топы крутых изобретений. Все не перечислить. Переходи и удивись. Смарт-линзы. Несмотря на все усилия, производители так и не смогли заинтересовать пользователей умными очками. Однако это совершенно не мешает корпорациям размышлять над дальнейшим развитием подобных проектов. В частности, еще несколько лет назад компания Google начала работать над умными контактными линзами, которые должны были помочь людям, страдающими от сахарного диабета. Теперь же подобное носимое устройство запатентовала компания Samsung. Согласно информации в патенте, инженеры корейского гиганта предлагают встроить в контактную линзу миниатюрную камеру. Кроме этого, в ней должны располагаться миниатюрный дисплей, ряд сенсоров и модуль для передачи данных. При этом все вычисления инженеры предлагают переложить на плечи смартфонов. Бактерии-батарейки. Не так давно ученые нашли экологически чистое топливо. Это особый штамп бактерий, которые выделяют электроны как продукты своей жизнедеятельности. Точно так же, как человек вдыхает кислород и использует его для производства энергии, бактерии Shivanella onidensis используют минералы, такие как оксид железа, для своеобразного дыхания. Батарейки из колоний этой бактерии могут стать революционным видом экологически чистой энергии, так как для питания им можно давать промышленную воду, насыщенную тяжелыми металлами. Другими словами, они могли бы не только давать электроэнергию, но и очищать, например, сточные воды или другие отходы, извлекая из них до 30% накопленного там электричества. Притягивающий луч. Группа ученых из Великобритании создала прототип притягивающего луча, способный поднимать и перемещать небольшие объекты с помощью звуковых волн. В устройстве использована панель ультразвуковых излучателей, которые генерируют звуковой пинцет, захватывающий объект. Структура пинцета представляет собой фактически голограмму, только построенную не из световых, а из ультразвуковых волн, изменяя которую можно управлять захваченной частицей в реальном времени. Пока устройство не позволяет захватить в плен человека или космический корабль, но его создатели работают над масштабированием. Они полагают, что в скором будущем смогут левитировать футбольный мяч на расстоянии до 10 метров или управлять частицами внутри человеческого тела. Напечатанная лунная база. Луна испокон веков притягивает человека. Теперь не только своим загадочным сиянием, но и потенциальной возможностью стать новым домом для обитателей Земли. Не так давно Европейское космическое агентство приступило к изучению возможностей строительства баз на Луне с помощью 3D-принтеров. Предполагается, что первым этапом строительства жилого комплекса станет доставка на естественный спутник нашей планеты специального модуля, содержащего надувной купол. Он послужит основанием для будущей базы, на которой роботы нанесут защитное покрытие. Для формирования покрытия будут задействованы технологии 3D-печати. Причем основой материала послужит лунный грунт — реголит. Его частицы обладают высокой слепаемостью из-за отсутствия окисной пленки. Формирование покрытия необходимо для того, чтобы оградить будущих поселенцев от солнечной радиации и микрометеоритов. Программирование ДНК. Когда речь идет о программировании, мы вспоминаем такие языки, как C++, Python или Java. Но группа ученых из Вашингтонского университета разработала язык программирования ДНК, с помощью которого можно наделять клетки новыми функциями. В текущей версии данным языком можно запрограммировать только кишечную палочку, но ученые работают над расширением языка для других бактерий. Так они полагают, что скоро смогут, например, запрограммировать бактерии, которые могут помочь в переваривании лактозы или бактерии, которые могут жить в корнях растений и производить яд, если они чувствуют, что растению угрожают вредители. Самое главное, чтобы с помощью него не начали программировать опасные вирусы, а то получится уже не научная фантастика, а фильм ужасов наяву. Ставь лайк и поделись этим видео с друзьями, если не хочешь, чтобы тебя запрограммировали и превратили в злобную слюнявую бяку. А на этом все. Моя мастерская, твое настроение.